Здравствуйте, это видео-версия интернет-газеты красньюс.ком, я журналист Дмитрий Полушин. Сегодня мы беседуем с красноярским политиком, бизнесменом, меценатом Анатолием Петровичем Быковым. Здравствуйте, Анатолий Петрович. Здравствуйте. В прошлый раз, совсем недавно, мы с вами разговаривали в том числе о доверии, о доверии к людям, о доверии к политикам, к власти. Вы сказали, что доверяете себе, естественно, что соцсети спросили, а в чем дело, что Анатолий Быков никому уже больше не доверяет, можете развить эту тему? Я доверяю в первую очередь себе, я сказал, я не доверяю сегодня нашей власти, да, и все, вот я посмотрел там некоторые отзывы, я всегда об этом говорил, да, то, что я сказал, если уж себе не доверять, то кому доверять. И, наверное, все-таки, вот все эти отзывы по нашей передаче, которые прошли, если бы я не доверял тем людям, которые за меня голосуют, ну, наверное, бы у меня не было такого результата доверия. Да, но почему сегодня так происходит? Ну, наверное, власть зарекомендовала, прежде всего, я же объяснил, почему. Я сегодня, прежде всего, служил и служу своим избирателям, которые голосовали на протяжении 20 лет. Я никому не служил, я не прислужил никакой власти, никаким политикам. Я всегда, прежде всего, отвечал в действительности то, что видел, как живет мой избиратель, как живет мой народ. И этому, соответственно, давал оценку, кто бы у нас у власти не был, начиная, я помню, и Зубова, Лебедя, Хлопонина, Кузнецова, и сейчас Толоконского. Я всегда говорил, прежде всего, я служу своим избирателям. Я и в законодательном собрании об этом говорил, для меня авторитет – это мой избиратель. Больше я пока в политике не видел никого. Зоя Петрович, на днях в популярных сообществах ВКонтакте стартовал опрос, который содержал вопрос следующего содержания. Кому из красноярских политиков вы доверяете? Больше 5000 человек ответили на этот вопрос, проголосовали буквально в первые же сутки. Думаю, вы уже знакомы с результатами, но если кто-то не знает, не видел, то я сообщу, что больше половины людей, около 52% проголосовавших в первые сутки, отметили, что доверяют Анатолию Быкову. Действующему губернатору на тот момент доверяло 11%, мэру Акбулатову, спикеру УСУ – 14-15%, председателю горсоэта Казановой – около 4%. Первому номеру в списке в Госдуму от «Единой России» Сергею Соколу всего около 2,5%. Ну и самый минимум доверия – это Сергей Пономаренко, заместитель губернатора Красноярского края. Как вы можете прокомментировать такие результаты? Ну, наверное, то, о чем я сказал. Прежде всего, я соответствовал своей идее и своему призванию служить во благо своего края, во благо своего народа, своих избирателей. И своими делами я всегда доказывал. Я никогда то, что я говорил, никогда от этого не отказывался. И когда что-то обещал, я всегда это делал. Ну, это для этого, наверное, это самое главное, наверное, у любого политика. Вот именно его авторитет, его рейтинг зависит от этих вещей, чтобы слова не расходились с делом. У нас сегодня большинство, красиво все научились говорить, очень хорошего у людей образования. Если брать на сегодняшний день всех наших руководителей с тех времен, и Хлопонина, и Кузнецова, да, и Виктора Александровича. Что вы говорите? Они все красиво говорят. Но вы посмотрите сегодня, как мы живем. А вот этот уровень жизни, который можно сегодня дать и оценку каждому сегодня из тех людей, которые в списке выставлялись, ну, наверное, и говорит об этом. В действительности дают люди оценку. Это, прежде всего, это маленький звоночек для них, чтобы задуматься все-таки, что где они недорабатывают и где они совершают ошибку. Не надо обижаться сегодня на Быкова, что Быков слух сегодня их критикуют. Если они нормальные трезвые политики, они бы, наоборот, из этого делали вывод, что есть такой человек, ни от кого независимо, называет вещи, их проступки, может, в деятельности конкретной, в управленческой, и называет вещи своими именами. Я же не называю наши личные отношения. Нравится мне, не нравится. Я сегодня занимаюсь политикой. И почему на сегодняшний день? Я же мог совершенно по-другому давать оценку из-за личных отношений. Личные отношения у меня с кем-то могут быть из них очень хорошие быть. А в работе у меня могут быть отношения совершенно другие. Я всегда говорю, в политике и в жизни, в политической жизни никогда нельзя путать наши две вещи, дружбу и работу. У нас вся проблема, в нашей стране все это попутано. И поэтому у нас самая богатейшая страна сегодня находится в таком состоянии, в котором трудно сегодня даже говорить. И не хочется говорить, еще раз повторяться об этом. И от этого доверие людей сегодня идет. На протяжении 20 лет я служил честно, открыто своим избирателям. Я с ними встречался, я с ними общался. Я проводил различные мероприятия, начиная от детского спорта до профессионального спорта. Я проводил мероприятия, как в культурных мероприятиях мы участвовали, и в праздниках наших. Я никогда не отрывался от земли, я никогда не прятался ни от кого. Я всегда встречался вживую. И всякие вещи мне говорили, и неприятные говорили. Я понимал, что сегодня я отвечаю точно так же, как и все остальные, за то, что происходит на сегодняшний день у нас в нашем крае, в нашей стране. Да, и в действительности. И вот поэтому на сегодня, и я бы, наверное, знаете, вот после... Я видел этот социальный опрос в интернете, и мне хочется, прежде всего, сказать своим избирателям, огромное спасибо за доверие. Но я никогда не кичился и не выпячился, что мне доверяют. Но если я из Лефортова выиграл у всей власти тогда выборы, это был первый звоночек тогда. Да, и когда я сидел, находился в Лефортове два года, я решал из камеры те вопросы, которые не мог решить губернатор. Губернатор не мог решить, а я решал эти вопросы. И подключал тогда государственное телевидение, которое за долги отключили, и помогал людям конкретным с различными проблемами. И у меня эти письма до сих пор лежат. Если кто-то захочет познакомиться, я могу ознакомить. Что никто не мог на свободе это решить. Не одна власть. А Быков, находясь там, он решал. И происходило это не только в Краснодарском крае, это происходило по всему Советскому Союзу. Да. Жой Петрович, опрос опросом. Но ситуация сегодняшняя такая, что вы не депутат, у вас нет какого-либо такого политического статуса. Вы, конечно, отдельный вдохновитель партии патриотов России, их лидер. И ближайшие выборы, которые прошли осенью, они проходили без вас. По большому счету, вы, может быть, поддерживали, конечно, кандидатов, все остальное, но вы не участвовали как кандидат. Следующие выборы, в которых придется или не придется участвовать, еще неизвестно когда. У нас будут и досрочные, как говорится, отставки. И лично вы, как человек, имеющий политические амбиции, для себя, вот глядя на такие опросы, какие-то выводы делаете? Настраиваетесь на то, участвовать или не участвовать? Или, как говорится, придет время, тогда и решите для себя, что будете делать дальше? Знаете, у меня уже была примерно такая ситуация, когда я находился в Лефортово, и когда я менял округ на выборах. Я был депутатом от Назаровского округа в законодательном собрании, и когда я выбрал, сменил округ Октябрьский. И меня многие, и юристы мои, и адвокаты убеждали, что не надо этого делать, тебя не изберут в Октябрьском районе. А я говорю, вот не изберут, и я закончу с политикой. Но когда меня избрали, и когда мне доверие было 53%, да, и я помню, какие кандидаты были на моем округе, около 12 человек. Ну, я понял, что назад дороги нет. То же самое сегодня. Пройдет то время, на самом деле, пройдут, наверное, может быть, и уйдут с политики те люди, которые на сегодняшний день вредят нашему государству, вредят развитию выборного права, я так могу сказать, сознательно, или, знаете, преследуя какую-то личную корысть, чтобы оказаться там. Я думаю, уйдут эти люди в никуда, и про них забудут. А мы будем жить и дальше строить наш Красноярский край. Мы будем работать, я же на прошлой передаче сказал, я готов работать, помогать и к губернатору, и мэру, и другим, и депутатам. Не обязательно занимать какой-то пост. Главное, чтобы они слушали в действительности. Мой жизненный опыт был востребован, который я, например, на сегодняшний день применяю, и знаю, как это сделать лучше их всех вместе взятых. И это могут показать мои дела конкретные. На протяжении, на сегодняшний день, я коснусь меня снова за дело, что мы проводим региональный турнир по Сибирскому федеральному округу. Приехали дети с Томска, с Иркутской области, с Хакасии, с Красноярского края, и не пришел ни один чиновник. Это баскетбол. Баскетбол. Дети, которыми мы занимаемся, о которых я много лет говорю. Как вы хотите вырасти своих спортсменов, если наши дети вам не нужны. Вы покупаете легионеров, делаете бизнес, участвуют в этом руководители государственные. Я могу сказать, занимая посты Министерства спорта и все остальные. Начиная до исполнительной власти, которые играют в этих играх и применяют свою власть. Раз так происходит, да. Но никто не хочет внимания уделить нашим детям, которые здесь живут, учатся, и которых мы должны воспитывать в различных видах спорта. И достигать того профессионального результата, который мы могли достичь. Да, у нас страна, посмотрите, 140 миллионов. Крайб 3 миллиона. Неужели мы не можем своих ребятишек, например, воспитать в футболе, в хоккей с шайбой, в баскетболе, в волейболе, в регби, чтобы играли именно наши только красноярцы. Да, и когда, может быть, даже первое, я вам хочу сказать, разногласие, которое я почувствовал, что губернатору это не надо, это из-за футбола. Я напомню, когда я ему пытался донести эту ситуацию, которая разыгрывалась в футболе, он не захотел услышать. Да, он занял такую ситуацию, это сам спустя рукава. Потом в другом вопросе, в третьем вопросе я увидел, что он не хочет участвовать активно в развитии нашего Красноярского края. Вот как плывет этот Енисей, так они все плывут по течению, и никто не хочет это. И вот это задело. Потом, когда я начал давать уже конкретную оценку по его деятельности, потому что он выдвигался кандидатом в губернатор, у него была программа, его именно обещание, которое он раздавал налево-направо, которое сегодня ни одно не выполнено. И когда люди на сегодняшний день идут по кругу и жалуются, и доходят до меня и рассказывают, что вот мы ему письмо писали, мы обращались к Виктору Александровичу по этому вопросу, по второму, по третьему, одни отписки никаких дел, хотя он нам обещал. И таких могу, ну, десятки найти. Отсюда недоверие. И когда я увидел, сам лично, когда я обращался по бизнесу, там проекты предлагал инвестиционные ему, где он ставил подпись на этих проектах, я увидел, что они канули в небыдитью, я понял, что он не управляет. Да, и меня это задевает, и я понимаю, что если мы будем спустя рукава здесь молчать и ничего не делать, депутаты, ну, нами будут пользоваться, разваливать край, а потом скажут, так вы же все там сидели, вы все в этом виноваты. Да, а то, что на сегодняшний день касаться Акбулатова, ну, Акбулатова я, наверное, у вас в студии на ТВЦ давал оценку, тогда, когда он только собирался. Он неплохой сам, как человек, но как руководитель, он никакой никогда не был, не имел авторитета и не будет иметь. У людей, которые боятся этих людей, да, это раз. Во-вторых, это ему дали, вот сколько там, 14-15 процентов я смотрел, я уже точно не помню. Александр Викторович, если брать усы, да, у меня в личном хорошие с ним отношения, да, в работе, в политической деятельности, ну, иногда мы не соглашались, да, дискутировали, спорили, да, у него было свое представление, он на самом деле представляет другую партию. И, конечно, к нему много вопросов у людей, и мне их часто задают, и я по-друсски ему передал. Какие вопросы? Ну, как он возглавляет уже пятый созыв законодательного собрания, председатель законодательного собрания, который, это же все утверждают все законы и все предложения, и все бюджеты, которые, это же законодательное собрание утверждает. Но его нельзя назвать одинородным собранием? Конечно, нет, но я на сегодняшний день не могу так сказать. И прошлое было, в котором я был, и сейчас я могу сказать. Я вспоминаю первые созывы, которые мы работали, и когда разбирали 30 вопросов, два дня, и спорили, дискутировали. Тогда была и Аграрная партия, и, по-моему, Яблоко было, СПС было, СПС было, Блок Быкова был, и думаю, что были коммунисты. Но вы хотите сказать, что более патриотичным было? Более, да. Дискутировали, спорили и имели право высказывать свои позиции. Сегодня по 70, по 80 вопросов разбираются в течение определенных коротких времен, за один день, да. И знаете, что сейчас все депутаты фактически управляемые, большинство, я могу сказать, две трети, 100% управляемые, и прежде чем голосовать по каким-то важным вопросам, они это все согласованно, им говорят, как это делать, и они все голосуют. Да, на сегодняшний день, я могу коснуться немножко, ЛДПР попыталась сделать такой выход, и показать, что в преддверии начались выборы президента, уже началась кампания, это мы видим, первый спектакль, который устроил ихный вождь, Владимир Вождь Жилиновский в Государственной Думе, который пообещал прийти в Кремль, заехать на белом коне и начать их вешать и расстреливать. И поверьте, я убежден, что... Он это способен. Не способен он. И никогда он не сможет этого сделать. Кто хочет это сделать, никогда не будет говорить. Это раз. А во-вторых, это все был блеф для того, чтобы показать, посмотреть, какой я приближен. И сейчас он обещает всем амнистию сделать, амнистирует всех, все остальное, если он станет президентом. Вот на такие закидушки, вот на такие заманухи, это, ну, уже россияне не реагируют. И, во-вторых, я убежден, что это, выпад этот был договорен, прежде всего, с Володиным, и с неверой, сто процентов, что он там такие фразы кинул. Поверьте, любой другой бы депутат сказал бы такие вещи, его бы завтра в экстремизме обвинили и лишили депутата и посадили. Да. А то, что позволено Жилиновскому, не позволено никому. Да. И вот этот вот пиар, который он постоянно выкидывает, я думаю, что не украшает, прежде всего, наших депутатов Госдумы среди общественности, как начиная наша российская, ну и, наверное, политическая, во всей России. Да. Я думаю, что все-таки там, в этом здании, нужно немножко себя уравновешеннее вести и говорить по существу и по теме. Да. Я этого придерживаюсь, таких правил. Да. И хотел бы сказать другое. То, что на сегодняшний день ЛДПРу отдали в Государственную Думу и Законодательное Собрание второе, ну, третье место они набрали, и у нас по краю они набрали второе место. Да. Я думаю, что это было все договорено и партия ЛДПР превратилась в спойлер «Единой России». И все политологи, которые, в действительности политологи, если они и есть в России, самостоятельные, которые, может, их близко не подпускают для определенных высказаний, со мной согласятся. И, конечно, вот пока мы играем в эти все игры политические, и не обращая внимания на нашу страну, а все разрушается. Я вернусь к тому, что на сегодняшний день за последние короткие времена я получил, вот много писем получаю, предложений в разных, вот я был и в родном вузе, и в школе был, и услышал, в каком состоянии находится образование. Если мы на это не обратим внимания, не надо заниматься никакой политикой. Не надо. Я вам скажу, если мы не будем заниматься детьми, то дети вырастут и займутся нами всеми. Поверьте, вот то, что происходит сегодня в школе, вот посмотрите, большинство сегодня пенсионеров, учителей. Если они уйдут и покинут школу, некому будет учить наших детей. В высших учебных заведениях точно так же, мой родной вуз педагогический, факультет физ. воспитания, те педагоги, та профессура, которая учила меня, они до сих пор большинство там работают, уже которым по 70, за 70. И они в ужасе, в каком состоянии находится образование. А это педвуз, который готовит учителей, прежде всего, для школ, от которых зависит на сегодняшнее образование Красноярского края. И никто не хочет касаться, разбираться, почему сегодня происходит сегодня кадровый голод во всем. Мы сегодня не занимаемся ни подготовкой, ни кадров, ни в школе, ни в здравоохранении. То же самое сегодня в медицине работают пенсионеры, по больницам врачи, и по поликлиникам. Я думаю, что вот на этого, вот этого надо бояться. Сегодня в этом нужно сегодня срочно применить вот именно какой-то стимул, стимул, чтобы люди шли работать по специальности. А если мы этого не сделаем, но мы, поверьте, мы потеряем потом десятки лет, чтобы нагнать это. Вот это мы все увлечены политикой, выборами, все остальное. Мы обманываем сами себя. И вот я сегодня Левада-центр услышал про выборы президента и говорят, вот доверие президенту, вот сегодня кто пойдет на выборы, 70% опросили. Кого они опросили? Они опросили вокруг власти, этих людей, которые все по одной шеренге ходят на выборы. Так это 20%. Вот из 20% будет 70%. В этом я согласен, что 70% они могут явку эту сделать. Да, и поэтому вот обманывать не надо. Вот эти выборы дискредитировали вот эти выборы в Государственную Думу, в Законодательное Собрание, дискредитировали вообще выборы во всей России. Прежде всего, подставили президента, который говорил, прежде всего, за честность, за справедливость, и если будут нарушения, подавайте в суд. И мы это все прошли, и выиграли две инстанции в суда, и передали все документы во все правоохранительные органы. Никаких, никакого результата, например, по Богучанскому району. Они уже должны арестовать, посадить и вести расследование. Никто этого не сделал. Это говорится о том, что все завязаны в этой коррупции. В коррупционном таком спайке, прежде всего, силового блока всего, прокуратуры, судов, и вот я думаю, что исполнительная власть, которая всячески хотела показать результат именно Кремлю, который ждал от них этот результат. А тот результат, который они показали, они его написали. Да. И то, что в этом участвовал Крайсберком, губернатор со своими заместителями, та же Панфилова, член, председатель Центральной избирательной комиссии, которая полный имела пакет всех безобразий, которые произошли на территории Красноярского края. И никто этого не увидел. Но они сделали так, что они не подумали о завтрашнем дне. А завтрашний день, это 18-й год, март, выборы президента. И они, прежде всего, обманули президента, подставили его. И когда он приехал в Красноярск, я увидел просто и проанализировал многие вещи, почему он здесь не задержался, не захотел ни с кем общаться. Он увидел, что здесь, прежде всего, его подвели. Подвел это, в первую очередь, губернатор, да, Панамаренко, его заместитель, и Бочаров со своей избирательной комиссией. Да, и все те люди, которые за это должны понести ответственность. Вот пока мы обманываем и себя, и народ, и государство, ничего у нас хорошего не будет. Когда на самом действительности будет, прежде всего, закон для всех идит, начиная от Путина, Толоконского, Быкова, Иванова, Петрова, все станет на свои места. Вот как можно сказать? По-другому я никак не могу дать оценку. Да, и тот, который результат, который, я считаю, что это дискредитация выборного права показала всем в Красноярском крае, ну, если у них, вот, у одного Быкова, Быкова одного боятся, не могут у него выиграть, у одного, Крым должен посмотреть, как это такое? У одного Вы бы кого не можете всей системой, на завтра бы я бы разогнал всех, всех разогнал, всех, и никого бы не оставил. И что дальше? И провел бы выборы, именно законно, послал бы людей, которые ответственно находились здесь и следили за тем, чтобы выборы провели, провели честно. Я убежден, что люди бы, люди бы сразу пришли на выборы, и была бы явка не 30%, а была бы 70%, о чем сегодня говорят. Была бы 70%, и люди почему не хотят, потому что не верят никому. Потому что с ними, с ними так поступают. Почему явка высокая в Кемеровской области, в Чечне? Почему у нас 20-30% в Красноярском городе? Ага, потому что там руководители работают в интересах прежде своей земли, своего народа. Это я знаю, не понаслышке. Вот, вот и все. А у нас сегодня к власти люди попасть не могут. Ко мне приехала глава сельсовета 4-5 дней назад Эмельяновского района. Она бьется, бьется вокруг села 2000 гектар земли. Перепродаются на протяжении уже 15 лет. И ничего не делается. И не сеется урожай. А вот именно 2000 гектар земли заросло травой. И она беспокоена, что не дай бог весною сейчас кинет кто-то спичку и деревня сгорит. Она и в МЧС обращалась, и в прокуратуру, и в следственные комитеты, и в губернатору. И губернатор ей письмо давал слово, что он разберется в этом вопросе. Никто не хочет в этом разбираться. Она говорит, я уже все прошла. Ну подскажите, Анатолий Петрович, что делать? Да, я несу ответственность в первую очередь. Она говорит, я ко всем обратился. Я вижу, что как власть не реагирует. И то, что на сегодняшний день власти у нас нету в крае, я в этом сегодня убежден. Да, это вот, вот такое происходит. И как могут люди потом верить кому-то и идти на эти выборы после таких вещей? Это живой пример. Зелендеева было то же самое. По дороге, когда приехал представитель президента, его обманули здесь. Он поехал, я бы на завтра вернулся, этого главу, говорю, кое-куда бы отправил бы. Да. Когда президентский лозунг у нас снимают на глазах у всех красноярцев, присутствует милиция, да, присутствует. И снимает какой-то человек, который приехал сюда из соседних республик для других работ. На глазах у всех, депутатов и всего, может быть, наших красноярцев. Подогнали машину, сняли и все остальное. Президентский лозунг патриотический из-за того, что вот именно это мы повесили. Что мы плохого сделали для людей, для народа. Вот это голосование интернет показывает, что нам доверяют, а им нет. Я бы на их месте написал заявление всем и подал в отставку. Но у них гордости и мужества не хватит никогда. Как они от этой кормушки могут себя оторвать? Ни один не назовет человек, чтобы я хоть одно мероприятие провел лично для себя и какие-то интересы там поимел. Кроме внутреннего духовного удовлетворения я ничего не имел. Никогда ни от чего. Ни от этих спортивных мероприятий, которые я проводил. Сотни, сотни уже провел. Да, и тех же мероприятий благотворительных и по детям, и прекрасное далеко у нас уже 20 лет проходит, и профессиональные виды спорта, и праздники все. Что я от этого? Мне один взрослый человек, заслуженный работник культуры, говорит, Антон, зачем ты это делаешь? Брось ты это! Я говорю, нет, ради удовлетворения. Я живу здесь. Если у меня есть такая возможность, почему не сделать для людей? Хотя бы их немножко отвлечь той жизненной вот сегодня бытия, которая вокруг них черная и грязная, черного неба, с которым сегодня власть не соглашается. И вот власть умеет манипулировать этим. Я же знаю, кто организовал. Я живу в Красноярске. Ну, разве так это делается? И поэтому люди не вышли, те, кто это самое. Кто за ними пойдет? Вышли бы, если серьезно призывать к этому бороться, я думаю, полгорода бы вышло. Все хотят думать о завтрашнем дне, что будет с их детьми, внуками, и все остальное. Здесь жить. Или собираться всем уезжать с этого Красноярска. Ну, что хотят колонию? Они уже так построили колонию, что здесь все вывозится. Именно ничего не строится, не делается, не развивается. В любом, вот любое направление возьми, ничего не делается. Невыгодно у нас делать. Ответ. Власть отвечает, невыгодно у нас делать. Не построить это самое, вот, не трамвайный, может, электричку от города Красноярска до Емельянова. Это для будущего развития, например, той же аэропорта, агломерации, да. аэропорт новый строят, а почему невыгодно? Мы завтра будем летать в разные стороны, не только по России, по Сибирскому федеральному округу, ну и по нашим районам и городам, как это было в советское время уже было выгодно, а нам сегодня невыгодно, метро тоже невыгодно сделать. Выгодно только то делать, с которого можно украсить и заработать. Вот у нас такой металлитет сегодня впился так в сознание власти всей. Ну, это не только Красноярска, но когда на сегодняшний день показывают показывают фильм Навального про Медведева и перед этим показали про генерального прокурора и никакой реакции. Ну, я хочу сказать, что что-то с нами не то происходит. Да, мы так больны, так больны, что я думаю, что нам надо лечиться. Да, больны тем, что прежде всего вот наверное сильной любовью к себе, к своему эго. Да, посмотрите, вот недавно во Франции министр МВД дочерей заподозрили, что-то там их устраивал к себе на службу. Он подал в отставку. А у нас все этим грешат и никто не подает в отставку. вот мне даже знаете, вот как бы кто ни относился, когда Керри госсекретарь Обамы Лаврову говорит ваша дочь с американским гражданством живет в Америке. Знаете, когда министр иностранных дел, ну с кем мы? Значит, может это все спектакль? Да, я не думаю, хотя вот лично к Лаврову с уважением отношусь, но это факт в действительности, который говорится, никто не сказал, что этого нет, да, то же самое генеральному прокурору он тоже никто не объяснился и не сказал, то же самое по Медведеву показали все эти вещи и тоже никто не... Хоть разоблачайся, бесполезно. Ну, когда простого мужика где-то за что-то это самое берут и все остальное арестовывают, да, или когда на сегодняшний день Владимир Владимирович прямую линию ведет и где-то там на Камчатке или в Сахалине там не выплачивается, не выплачивалось на рыбном заводе, зарплату туда отправили сразу в следственную группу и прокуроров там всех начали брать кое за что. Так это надо во всей стране сегодня брать. В любой регион эти безобразия творятся в любом регионе, особенно в Красноярском крае. Красноярский край вообще поставили на карту его разрушить. В этом я убежден. Потому что сколько мы не писали, кому бы не обращались, начиная от президента и других всех силовых ведомств, все отписки и не более того. Анатолий Петрович, вот вы, конечно, говорите и о доверии к местным чиновникам, а я не знаю, что бы присоединить с доверием к федеральным чиновникам, первым лицам государства, когда в таком коррупционном скандале, как с Министерством обороны, Сердюков остался безнаказанным, когда его любовница Васильева на свободе оказалась через три месяца, когда ей там полмиллиарда рублей украденных вернули. И для этого спокойно смотрят первые лица страны, но у меня много вопросов и с доверием возникают проблемы. Знаете, я давно это уже заметил и вижу, и я знаю очень, я жизнь, полжизни прожил, я знаю, что такое жизнь. Если ты со своих не научился спрашивать, как ты можешь спрашивать у других, у чужих? Прежде всего. Да. Я помню те фразы, которые, может быть, как-то сказаны, были выдернуты, что я, мол, со своими как бы так, да, не наказываю, а свои не подставляют. А если свои подставляют, это не свои. Да, с них надо в 10 раз строже спрашивать. Поэтому я всегда, сколько я не работаю, в бизнесе работал, на алюминиевом заводе, я никогда друзей не тащил к себе. Я старался работать с теми, кто профессионально владел той или иной специальностью. может, он человек по характеру не сильно подходил для меня, но я мирился с этим, я понимал, что он профессионал, зато в работе. Да, а у нас сегодня все, прежде всего, по кумовству, по родству, по дружбе. У нас, посмотрите, дети этих наших чиновников, уже миллиардеры, которым по 30 лет. Миллиардеры. Не стесняются, показывают это, когда в конечном итоге в стране голод, в окраинах городах люди, бедолаги, пенсионеры, голодают, и никто не хочет сегодня признать, и скажут, что быков несет какое-то это самое. В действительность, пусть они приедут, объедут хотя бы округу нашу, нашего Красноярского края, села, деревни, районы, и посмотрят, как они живут. Люди воют и плачут, и до власти достучаться не могут, поэтому нету никакого доверия, прежде всего, сегодня к власти. Власть сама дискредитировала себя. Да, вот дискредитировала себя власть, я почему сказал, что следующий губернатор все-таки должен быть Красноярец. Красноярец, я в этом убежден, убежден, должен Красноярец, хватит проводить эксперименты над этим, только тот человек, который здесь родился, вырос, который здесь живет, которому доверяют, и который именно любит эту землю, и любит свой народ, и который слышит. И вот я думаю, из той категории, которую на самом деле сегодня опрашиваю, я в действительности просто, почему хочу сказать, вот когда Александр Викторович Ус, я убежден, что он выиграл тогда у Хлопонина выборы, Хлопонин купил выборы на тот момент, он выиграл, просто Александр Викторович не стал воевать, не захотел воевать, и ругаться с федеральной властью. Вот он раз согласился, может быть, я это называю, изменил себе, и с тех пор вот это как-то, может быть, вот эта его неуверенность его подводит. В действительности, на тот момент он был самый перспективный для губернаторства в Красноярском крае. Он очень хорошо знал край. А сегодня он? Образованный. Сегодня, я думаю, что он самостоятельно не сделает этот шаг. Да, ему, может быть, это уже не надо. Да, в действительности, когда ударили по рукам, да, у него желание уже как бы такое отпало. Но я увидел, что даже в законодательном собрании ему доверили все 52 депутата и избрали его председателем. В законодательном собрании такого результата никогда у него не было за 5 СССР. Это говорится о том, что все-таки различные политические потоки ему доверяют. Доверяют. Да. И вот он, как один из старожил Красноярского края, я думаю, он должен сегодня, может быть, выйти из этой политической тени и сказать, что так нельзя жить. Он это все осознает и понимает. Стать в оппозицию губернатора? Совершенно верно. Не. Вообще, к тем проблемам, которые, вот почему-то оппозиция губернатора, к тем проблемам, которые у нас сегодня сложились. Он прежде всего, как председатель законодательного собрания, за ним все равно стоят ряд депутатов. Сказать это в действительности налицо, что завтра так продолжать нельзя. Да. У нас есть еще одна, может быть, так сказать, политическая организация. Только ее не слышно, не видно. Это Народный фронт, который залез в окопы, его не слышно, не вылазит из окоп. Возглавляет его генерал ФСБ, которого награждают постоянно на всех мероприятиях. Да. Вот почему ему бы он, он владеет полной информацией все, что происходит. Это Антон Петрович, против Самков. Почему ему не выйти из этих окоп и не сказать, ребята, что такое делать? Ну, он уже когда-то сидел в окопах, когда возглавлял ФСБ, он сидел в окопах. Да. И когда ему говорили, что ни в коем случае промышленность нельзя отдавать, а у него были такие, ну, что я могу, с Москвы там люди, это самое, мы люди подневольные, нам приказали, мы как бы выполняем команду. А выполняли команду таких, как Березовских, Немцовых, Чубайсов и все остальное. И то, что мы потеряли, да, и потеряли. Быков убрали отсюда, за три года все потеряли. Уже прошло много времени, я об этом и раньше говорил, и сейчас в открытую говорю. Это все наблюдатели были, наблюдатели, все тряслись за свои погоны. И в конечном итоге мы потеряли все, что было в крае. Мы не владеем сегодня ничем, за счет чего мы можем сегодня поднимать экономику. Недавно я встретился с одним политиком из Богучанского района и просто спросил, скажите мне, а что вы имеете от Богучанской ГЭС, от Богучанского алюминиевого завода? Они говорят, мы ничего не имеем. Я говорю, не может быть. Нет, ничего не имеем. Ни копейки? Ни копейки. Я тогда набрал нашим депутатам, я говорю, вы проверьте-ка эту информацию. Я говорю, она меня тревожит. Я говорю, я когда спросил, ну у вас донор район? Они говорят, нет, дотационный. Я говорю, да не может быть такого. Я говорю, у вас два предприятия краеобразующие. Я говорю, как? Она говорит, ну я вам говорю. А где они платят налоги тогда? Вот в этом надо и разбираться. Но если в этом районе два предприятия, это золотое яйцо должно. Плюс там лесная тема, как раз лес, там в то время скандальная компания такая, которая разворовала бюджетные деньги. Тоже тишина. Тоже тишина. Все слегло. По кому не возбуждали у нас дела уголовные, все слегло. Да. И никого не осудили к условному сроку как Быкова. Да. Всем потихонечку, потихонечку все тишина и как бы это. Графте. Ну, делятся, наверное, с теми, кто заинтересован в этом. Да. И я, конечно, удивлен, если такой район, как Богучанский, сегодня дотационный. Власть эту гнать надо в шею. Чем быстрее, тем лучше. Спасибо. Это видео-версия интернет-газеты красмьюз.ком. Я журналист Дмитрий Полушин. А я благодарю за интервью бизнесмена, политика, мецената Анатолия Петровича Выкова. Всего вам доброго. До свидания. До свидания.